И здравствуйте, зрители и подписчики! В этом видео мы сделаем ESP32K сигнализацию, которая при обнарушении движения отправит фотографию вам на Телеграм. Также для настройки параметров работы этой сигнализации я разработал веб-интерфейс. Перед просмотром убедитесь, что вы уже поставили лайк и подписались на этот канал. Так это очень поможет в его развитии. Ну а после просмотра поделитесь своим мнением о моем проекте в комментариях. Также напишите, нравится ли вам видео с Хромаким и как его можно использовать. Не буду тянуть время и приятного просмотра! Для начала давайте посмотрим на ток работы нашей Телеграм сигнализации. Сперва нам нужно подключиться к Wi-Fi точке, запущенной на нашей Телеграм сигнализации. Затем зайти на веб-сервер, на котором вам нужно указать название вашей Wi-Fi сети, ее пароли, токен вашего Телеграм-бота, сдержку при обнарушении движения. Также вы можете указать, будет ли включаться вспышка при съемке фотографии. А следом вам нужно перейти в чат с Телеграм-ботом, в котором вы сможете общаться с вашей Телеграм сигнализацией. Для включения отправки фотографии при обнарушении движения вам нужно отправить команду «Стардж Аларм». Теперь при обнарушении движения ваша Телеграм сигнализация отправит вам фотографию происходящего на Телеграм. Для создания до Телеграм сигнализации нам понадобятся следующие компоненты. Плата ESP32K модели iSynker. Модуль камеры с широкоугольным объективом или же с эффектом рыбьего глаза. Кроме этого, нам нужен датчик движения SR-62. Даже несмотря на то, что его нельзя никак настроить, он имеет компактные размеры и с ним легко работать. Также нам понадобится модуль с microUSB разъемом, обочинная кнопка и медные одношильные провода для спаки всех компонентов. А для прошивки платы ESP32K нам пригодится ТТЛ-преобразователь на микросхеме PL2303. Для нашей Телеграм сигнализации нам также нужен корпус. Я решил напечатать корпус на своем 3D принтере. Ссылку на скачивание всех частей этого корпуса я оставлю в описании к этому видео. Печать всех частей корпуса сняла около 4,5 часов. Этот корпус я разработал в середе Fusion 360 от Autodesk. В нем предусмотрен отсек для платы ESP32K, место для фиксации датчика, движения и модуля с microUSB разъемом. Отверстие для модуля камеры, кнопки и бортовой вспышки, которое расположено на платье ESP32K. А для скрепления основного корпуса и верхней крышки, которая является второй частью корпуса, предусмотрены бабушки и выемки для них. Для того, чтобы плата ESP32K могла отправлять фотографии или какие-либо сообщения вам на Телеграм, вам нужно создать Телеграм-бота. Для этого нужно обратиться к Телеграм-боту Botfather. Ему нужно написать команду NewBot. А затем написать имя вашего будущего бота. А после чего написать его ID. А после этого бот Фазер отправит вам токен, только что сделанного бота, который нужен для управления им. А теперь нужно нажать на ID вашего бота. После чего вы перейдете в чат, куда плата ESP32K будет отправлять фотографии при обнарушении движения. А теперь давайте рассмотрим вам скетчем для работы ESP32K. Этот скетч может выполнять две функции. Это запускать Wi-Fi точку, подключившись к которой вы сможете перейти на веб-сервер. Для того, чтобы указать параметры работы вашей Телеграм-сигнализации. А именно, название вашей Wi-Fi сети, ее пароли, токен вашего Телеграм-бота и сдержку при обнарушении движения. Также вы можете указать, будет ли включаться вспышка при съемке фотографии. Но после того, как вы укажете все параметры работы вашей Телеграм-сигнализации, эти же параметры сохранятся в файловую систему SPI-FFS. Затем, перезагрузив плату ESP32K, ваша Телеграм-сигнализация перейдет в основной режим работы. А именно, отправку фотографий при обнарушении движения. Которые также совмещают в себе ручное управление сигнализацией уже через Телеграм. Для начала, давайте рассмотрим, что наша Телеграм-сигнализация работает как веб-сервер, запущенный на Wi-Fi-точке. Ввод параметра работы вашей Телеграм-сигнализации происходит на этой странице. Для верстки страницы используется HTML и CSS. Сверстать такую страницу без базовых знаний HTML и CSS будет затруднительно. Поэтому, сначала я сделал макет этой страницы в визуальном онлайн HTML-редакторе Bootstrap. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. Его инструментов достаточно для того, чтобы сделать простенькую HTML-страницу. А для того, чтобы придать своей странице более презентабельные виды, я доработал ее в ушетекстовом редакторе Notepad++. Перед этим, посмотрев пару уроков по HTML и CSS. Теперь, давайте уже перейдем к коду для оплаты ESP32.com. А в самом верху мы объявляем библиотеки для работы с Wi-Fi клиентом и веб-сервером. Чуть ниже мы объявляем библиотеку для работы с файловой системой SPI FFS, в которой мы будем сохранять параметры работы нашей Телеграм-сигнализации. Кроме этого, мы объявляем библиотеку для работы с модулем камеры на плате ESP32.com и вкладку, на которой находятся наши веб-страницы. Следом, мы объявляем библиотеки для управления Телеграм-ботом. Ссылку на скачивание библиотеки Universal Телеграм-ботом я оставлю в описании к этому видео. А библиотеку Ordinary Sons вам нужно будет скачать из менеджера библиотек. Затем мы объявляем библиотеки для управления детектором отключения питания, которые перезагружают плату ESP32.com в случае отключения питания или плохого контакта. После объявления библиотеки мы объявляем пины, которым подключены модули камеры на плате ESP32.com и пины, которым подключена вспышка, кнопка сброса параметров работы или же очистки файла с параметрами работы, датчик движения и время удержания кнопки сброса параметров работы. В функции Stop Camera мы настраиваем модуль камеры на плате ESP32.com О функции HandleRoute мы получаем данные от веб-клиента, который подключен к нашему веб-серверу. В этой функции мы отправляем клиенту, подключенному к нашему веб-серверу, веб-страницу. Для получения данных от этого клиента используются аргументы. При вводе каких-либо данных на нашу веб-страницу в URL-строке вашего браузера автоматически отображаются аргументы, которые прописаны в нашей веб-странице. Плата ESP32.com, на которой запущен наш веб-сервер, определяет название того или иного аргумента. Если значения всех аргументов были определены, то их значения сохранятся в SPI-FFS память. Для хранения текстовых данных в SPI-FFS памяти платы ESP32.com нужно для начала загрузить в нее текстовый файл. Для загрузки файлов прямо с компьютера я использовал специальный набор инструментов для Arduino IDE. Ссылку на скачивание его я оставлю в описании к этому видео. После установки этого пакета вам нужно сдать в папке с вашим скетчем папку с названием «Дата». Следом в этой папке нужно сдать текстовый документ с названием «Settings.txt». После этого нужно подключить плату ESP32.com через ТТЛ-преобразователи по этой схеме. И замкнуть контакт IONOL на землю. Затем зайти в меню «Инструменты» и нажать на кнопку ESP32 – «Sketch Data Upload». После чего в файловую систему платы ESP32.com загрузится текстовый файл, в котором будут храниться параметры работы вашей Telegram сигнализации. В цикле ввода с тапа мы прочитываем данные, хранящиеся в SPI-FFS памяти. Если эти данные обнаруживаются, то плата ESP32.com подключается к указанной вами Wi-Fi сети и переходит к управлению Telegram-ботом. Иначе она запускает веб-сервер на Wi-Fi точке. Теперь давайте рассмотрим вторую функцию нашего скетча от управления нашей сигнализацией уже через Telegram. В цикле ввода лупа мы получаем команды от Telegram-пользователя. Для управления нашей Telegram-сигнализацией через Telegram используется команда для ботов. При отправке команды старта вам придет список команд для управления вашей Telegram-сигнализацией, с помощью которых вы сможете отправлять фотографии или параметры работы вашей сигнализации. Кроме этого, вы можете включать или выключать вспышку. При получении команды Start Alarm, ваша Telegram-сигнализация будет отправлять фотографии при обнарушении движения. А для отключения этой функции вам нужно отправить команду Turn Off Alarm. В описании я оставлю ссылку на скачивание этого скетча. К нему я написал много комментариев, для того, чтобы вы могли детально рассмотреть этот скетч. Если вы дополнили мой скетч или нашли в нем баг, то обязательно напишите об этом в комментариях. Теперь давайте загрузим этот скетч в плату ESP32CAM. Перед этим, зайдя в меню Инструменты и выбора вам плату ESP32 в Rover Module и эту партицию. После чего посмотрим, что же у нас будет. После загрузки скетча нам нужно спаять все нужные нам компоненты по этой схеме. А после этого закрепите все спаянные компоненты в напечатанном корпусе. Плату с microUSB разъемом нужно прикрепить с помощью двухстороннего скотча. Кнопку для сброса параметров работы нужно приклеить с суперклеем. Остальные компоненты просто разместите в их отсеках. После этого нужно надежно скрепить основной корпус и верхнюю крышку. Как вы видите, у нас получилась достаточно неплохая сигнализация. Она может как отправлять фотографии при обнаружении движения, так и отправлять фотографии при получении слиграм-команды. Эта сигнализация подойдет для охраны домовым, квартирам или каких-либо других помещений. Напишите в комментариях, как бы вы использовали эту сигнализацию. Также напишите, как бы вы ее доработали и чего в ней не хватает. А на этом мое видео о том, как сделать телеграм-сигнализацию на плате ESP32K подошло к концу. Ставьте свои лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok